Почему кошка топчет лапками – основные причины и что это значит. Еще с древних времен было известно, что кошки обладают способностью исцелять больные места, положительно воздействовать на человека. Снимать стресс и депрессию. Между тем, владельцы этих независимых созданий зачастую приходят в недоумение от их поведения. Например, нешуточный интерес вызывает некий обряд, когда четвероногий ни с того ни с чего начинает роптать хозяина лапками. Так зачем кошки мнут лапами человека? Разгадок подобного поведения несколько. Основные причины. Если владелец кошки будет ориентироваться на ложное объяснение такого поведения питомцев, найти общий язык ему будет очень трудно. Взаимоотношения с любимцем обретут странный характер. Коты станут уязвимыми, не смогут самостоятельно принимать решение и даже наживут себе хронический стресс. В воспоминании о детстве у многих четвероногих памяти сохраняется детский инстинкт, который сохраняется с рождения до преклонных лет. Если кошечка ритмично поглаживает передними лапками живот или другую часть тела человека, выпуская при этом коготки, такое поведение называют молочным шагом или воспоминанием о детстве. Основные причины, почему животное любит массировать точно такое поведение проявляется и у котят к маме кошки. Они к ней не ластятся, кушают молочко, а, чтобы увеличить приток молока к соску, тупчут ее лапками. При этом котята урчат и жмурят глазки от удовольствия. Когда мамы рядом нет, ее роль выполняет хозяин, ведь он заботится о них, питает, мует, стрижет когти и т.д. Топтанием животное как бы транслирует владельцу, что находится в безопасности, накормлены и довольны. Выходит, что в этот момент животному захотелось ласки и внимания или вкусного молочка. Поэтому нужно ее побаловать, погладить, угостить чем-то вкусным, а не отторгать от себя. Пусть копилка счастливых воспоминаний пополнится у питомца. К сведению, опытные кошатники уверены, что топчая их лапами, кошки проявляют таким образом высшую любовь и доверие. Особенно, если пушистая подопечная при этом громко мурлычет и облизывает владельца, сомнений не остается, это действительно так. Древние инстинкты Другая немаловажная причина, почему кошка топчет лапами, это древний кошачий инстинкт. Кошки, как, впрочем, и все остальные животные, руководствуются не разумом, а инстинктами. Долгое время представители кошачьих обустраивали свое жилище, место для ночлега без помощи человека. Они долго утаптывали землю, пока она не становилась мягкой и удобной. Зная о том, что змеи или какие-либо насекомые часто влезают в кошачью норку, животные особо тщательно вытаптывали это место от непрошенных гостей. Зов предков Даже спустя тысячи лет зов предков дает о себе знать, хотя в настоящее время о котах заботятся люди. Вместо норки питомцы подготавливают пространство вокруг себя. Вот другая причина, почему кот топчется передними лапами по человеку. Чувство собственничества кошачьим присуще чувство собственничества, ведь хозяин должен принадлежать только им, зачастую они испытывают ревность. Подобно собакам, они любят метить территорию, но так как это поведение они не вызывают восторга у человека, коты начинают роптать хозяина лапками. Дело в том, что именно на подушечках лап у них находятся потовые железы, которые издают особый специфический запах. В момент перебирания лапками железы четвероногих усиленно выделяют особые секреты, ощущаемые другими животными. Проделав данный ритуал, котик показывает, что хозяин принадлежит только ему и никто не имеет на него права. Проявление заботы о себе человек любит этих миниатюрных, нежных, пушистых животных за их независимый, свободолюбивый характер. Между тем он не должен забывать, что и они требуют заботы о себе. Проявлять внимание и любовь к четвероногим друзьям несложно, но на это уходит немало времени. По сравнению с другими животными за котятами ухаживать легче. Обратите внимание, тем, кто работает до поздна, лучше заводить кошку, чем собаку, ведь это домашнее животное способно само о себе позаботиться и оставаться добродушным товарищем. Ни одна кошка в мире никогда не уляжется на ночлег в неудобном месте. Изнеженное, капризное домашнее животное предварительно проверит место собственного обитания, причем совершенно неважно, будет это диван, кресло, подушка или живот владельца. Кошечка потопчет острые углы, поваляется на холодном одеяле и так далее. Подобными действиями проявляют заботу о себе. Психологическая разрядка так же как и люди, кошки могут испытывать стресс и дискомфорт. Резкие звуки, неприятные им запахи, непривычная обстановка, незнакомые люди, все это доставляет питомцам неприятность. Чтобы как-то успокоиться, снять эмоциональное напряжение, пушистики ластятся к человеку, своему хозяину, труца его колени или другие части тела. Иногда хватает нескольких минут, чтобы четвероногий успокоился. Чувство собственничества – еще одно объяснение поведения питомца. Кошки любят делать массаж. Взобравшись на спину владельца, они топчут его лапками не только, когда хотят молочка, но и для собственного успокоения. Наивысшую любовь четвероногие выражают, когда они хотят вылизать своего хозяина. И проявленное неудовольствие владельца для подопечных более, чем странно. Если во время массажа питомцы выпускают когти, не нужно делать резких движений или, хуже того, наказывать. Известно, что последние обладают злой памятью и могут мстить или серьезно напакостить хозяевам. Другие причины – что же все такие означают, когда кошка топчет лапами. Существуют и другие причины, кроме вышеперечисленных. Например, такие действия они воспроизводят, чтобы показать свою высшую любовь и преданность хозяевам, доверяя им. Если действия сопровождаются облизыванием и мурлыканием, всякие сомнения должны отпасть. Это так есть. Иногда легкое перебирание лапок означает, что кошечка хочет есть или у нее на данный момент игривое настроение и она просит поиграть с ней. Только владелец может с точностью определить, что хочет питомец на данный момент играть, кушать или ему больно и неудобно. Так проявляется забота о себе. Все без исключения знают, что четвероногие способны снимать боль. Топча лапами, больные места, они снижают артериальное давление, избавляют от мигрени и помогают при бессоннице, ревматизме. Стоит котенку немного помассировать спину хозяйки перед сном, как у последней уходит усталость, она забывает про стресс и депрессию. Пушистые друзья практически первые приходят на помощь при сердечных расстройствах. При нарушении мозговой деятельности и заболеваниях внутренних органов остроту болезни снимают самки, а при артрозе – остеохондрозе. И радикулите самцы выступают в качестве целителей. Кошки созданы так, что не только не боятся, но и самостоятельно воспринимают отрицательную энергию, исходящую от человека, например. Уныние или болезнь трансформируют ее в положительную и таким образом лечат себя и тех, кого воспринимают как самых близких. Об экстрасенсорных способностях четвероногих ходят легенды. Обратите внимание, когда у человека все хорошо, домашний питомец не докучает владельцу, но стоит только возникнуть проблеме, как кошки начинают проявлять высшую заботу. Они прыгают, начинают лизаться, мурчать, топтать лапками. Об этих свойствах поведения домашних питомцев и о многом другом необходимо знать, прежде чем заводить дома кошку. Приметы почему кот топчет лапками Причины примет того, почему кошки мнут лапами, великое множество. С кошками связана вереница поговорок и пословиц. Обижать аушистиков нельзя, а тот, кто мучает это животное, сам будет мучиться остаток жизни. Говорят, что первыми в раю хозяев встречают кошки, а у русского народа есть примета, в новый дом квартиру вначале впускают кота. Если человек часто слышит жалобное мяуканье, значит ложный друг готовит ему нечто плохое или неожиданно возникают неприятности на пустом месте. Эти и другие приметы помогают сориентироваться при сложной ситуации. Что делать, если не нравится топтание кошки? С любимым питомцем можно улучшить отношения, если во время топтания похвалить и погладить кошечку. Одновременно человек может испытывать неприятные ощущения, ведь зачастую на пушистике ворывах чувств выпускают свои коготки, царапают спину и колено владельца. Если никак нельзя воздействовать, значит пришло время приучить питомца когтеточки. Для этого следует найти специальное для этой процедуры место, заинтересовать питомца, покрыть вещи и мебель от котенка, правильно. Реагировать на поведение питомца, поощрять его, не прибегать к крайним методам. Если, например, кошка любит точить коготки об стул, значит этот предмет нужно выбрать в качестве когтеточки и расположить в том месте, где нет резких звуков. Например, на кухне или в ванной комнате, где зачастую стоит шум от стиральной машинки, посудомойки и других предметов, стул ставить не стоит. Лучше ножку стула или другой когтеточки намазать кошачьей мятой. Если питомец будет игнорировать ее, значит она ему не подходит или не нравится материал, из которого изготовлена приманка. Можно попробовать в качестве когтеточки другой предмет. Для этого приобрести в специальном магазине деревянные, картонные, джутовые, либо сделанные из другого материала предметы кошачьего вожделения. При учении питомца к когтеточки, сложный процесс, чтобы защитить мебель от пушистиков, рекомендуют надеть на нее специальные чехлы. Одежду, обувь не нужно держать на открытых полках. Кошки не любят запах апельсина, поэтому все предметы в доме рекомендуют смазать его соком. Спину и колено владельца также можно смазывать этим соком. Обратите внимание, если домашнее животное все же потучило когти в правильном месте, необходимо похвалить его по щитам поведения. Можно и нужно угостить кошечку лакомством, погладить поголовки и шерстки. Такое действие владельца закрепит полезную привычку у питомцев. В момент, когда четвероногая поступила неправильно, поцарапала мебель или самого хозяина, пугать и ругать его не стоит, тем более нельзя бить. Скорее всего, она не поймет поведение хозяина и отомстит. Рекомендуют слегка пошуметь на животное и отвезти его на место преступления. Некоторые владельцы, желая себе спокойной жизни, обращаются к ветеринару с просьбой удалить кошки когти хирургическим путем. Делать это категорически нельзя, ведь данная процедура психологически отрицательно влияет на пушистиков. В зоомагазинах продаются специальные чехлы для котят, между тем использовать их также запрещается, ведь из-за них кошки не могут драть когти. А делать это у питомцев заложено самой природой, ведь в течение жизни они начинают отслаиваться. Кроме того, под чехлами лапки у четвероногих начинают сильно чесаться, что вызывает сильнейший дискомфорт. Приучить когтеточки легче котенка, чем матерого кота. Однако учить начинать никогда не поздно. Любовь отворит чудеса. Доброе и внимательное отношение поможет приобрести верного и заботливого друга в лице кошачьих. Ветеринары также советуют подстригать когатки, как задние, так и передние. Самостоятельно это делать нельзя, так как можно навредить питомцу. Эффен создастся, если взять лапку пушистика и надавить на подушечку, а выпущенными когатками пройтись по самой кошке. Сделав так несколько раз, кошечка сама поймет, как это неприятно и прекратит выпускать когатки во время массирования. Обобщая, можно прийти к выводу, что кошки, которые топчут хозяев лапками, обладают рядом достоинств. Основной причиной, почему подопечная садится на спину и на колени владельцев, это филинотерапия или способность кошачьих исцелять больные или места у человека. Ученые установили, что они чувствуют приближение инфаркта или находят опухоль у своих любимых хозяев, которые заменяют им мать-кошку. Если подопечный топчет лапками на животе, может стоит обратиться к врачу, а не шпынять котенка. Эти ласковые пушистики обожают детей и внимательно к беременным женщинам. С самого рождения ими управляют инстинкты. Они привыкают трудиться, ведь, чтобы добыть молочка у мамы, они надавливают лапками на материнский живот. Поэтому, повзрослев и не забыв этот ритуал, питомцы испытывают истинное удовольствие от того, что топчут лапками колени и спину владельцев. Хозяину остается только лечь поудобнее, прикрыть питомца пледом, чтобы он почувствовал комфорт и мягкими лапками стал делать массаж. Вместо борьбы лучше наслаждаться процессом.